Будете кофе пить? Да, конечно. Давай, что-нибудь поставь, какие-нибудь конфеты, что-нибудь надо съесть. Все нормально. Вот и все. Вот он весь секрет приготовления кофе. У меня есть помощница в хозяйстве, потому что жена работает по 12 часов, я работаю по 12 часов. Дети уже взрослые, уже живут своей жизнью, поэтому кто-то должен оставаться в лавке, как говорится. Я, если прихожу часов, ну, в основном после 10. Жена приходит чуть раньше, она уходит, правда, раньше, поэтому что, на что сил нет, ну, даже дорожку поставили, потому что без отрыва, потому что некогда. Ну, хоть чуть-чуть походить иногда, вот там, видите, стоит дорожка, спряталась в кустах, как говорится. Ну, и телевизор. Вот телевизор я, когда уже включаю, уже там одна какая-то ерунда идет, поэтому смотрю, в основном, только информационная. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в программе. Геннадий Гудков, заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме. Родился 15 августа 1956 года в городе Коломне в семье служащих. Окончил факультет иностранных языков Коломенского государственного педагогического института. Работал зав. отделом Коломенского горкома комсомола, затем направлен на службу в Комитет государственной безопасности СССР. Окончил школу контрразведки, полковник запаса ФСБ. После 91-го года занимался охранным бизнесом. В 1994 году был избран председателем Народной партии Российской Федерации. Неоднократно избирался депутатом Госдумы. Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности. Вот мое рабочее место после 11 часов, когда я прихожу. Беру вот этот самый... Пульт. Да не пульт. Подсел на твиттер. Заставили, сначала заставили. А теперь самому понравилось. И вот, вроде бы, здесь что-то на прокатуре, там что-то успеваю взглянуть. Пачка газет. Поэтому еще и утром встаю, газеты читаю, потому что не успеваю вечером это прочитать. Как-то сегодня... Вот сегодня 5 часов спал. Хотя, конечно, это мало. Ищи, где трибуны. Трибуны не знаете. Все нормально было. Сейчас не могу говорить. Ну, секундочку. Ну, простите, пожалуйста. Опаздывай. Мы сегодня здесь вместе, потому что терпеть это хамство, унижение народа невозможно. Мы за честные выборы и мандаты мы сдадим. Но сначала мы отнимем все мандаты управящей партии, которые не достойны быть в Думе, не достойны управлять страной. Сейчас что-нибудь найдем. Вот поэтому я не знаю, что в холодильнике. У известного политика в холодильнике не очень много. Это вот привез... Нет, это вот отдал уже. А, вот варенье привез вчера, теща делает. Малину, потому что у меня сын заболел. Вот лежит с температурой. Мы его отпаиваем в малины. Да ничего особенного в холодильнике. Вот, ну давайте, святая и святых. Колбасы нет, мне запретили колбасу. Жена запретила есть колбасу. Ну, буду компенсировать яблоками. В общем, трава, короче говоря. Веду жвачный образ жизни. Люба, давай, ставь тогда. О, сырники. Вот это. Люба готовит сырники, которые знают весь мой аппарат. Сырники, вы зря отказываетесь. Люба, вот у нее сырники очень вкусные. Так, а ваши все на даче? То есть, или отказывает сырники? Да нет, у меня жена не любит съемки домашние. А кто у меня еще? У меня вот жена. Старший сын живет отдельно с семьей. Младший сын живет отдельно. Вот, внуки. Вчера только мы с ними расстались. У меня сын против, чтобы внуки снимались. Говорит, да, тебя достаточно одного. И его тоже. У нас же старший сын тоже в публичном пространстве. Довольно часто появляется. И у него это получается. Я хочу обеспечить законы. Ага. Да вы же не выручаете законы. Вот там, на двери уничтожают следы фальсификации, которые готовят. А у меня поступили данные. У меня поступили данные от наших наблюдателей. Я когда пошел первый раз на выборы, это был 99-й год, и у меня ни опыта, ни команда. А сын учился в том время на журфаке, поступил на второй курс. Ну, я взял в медийную вот эту группу. Для нас полтора десятка выборов прошел. Потом начал уже самостоятельно организовывать молодежную структуру. Человеку 19 лет пришел в политику. Сейчас он 32, вроде немного. Но вот самое странное, что практически половина своей жизни в большой политике. Не у меня, не у сына, по-моему, младшего сына тоже нет совершенно никакого страха. Ни перед камерой, ни перед микрофоном. Ну, я вот так же развернусь. Да, приготовились, камера. Начали. Да, пора сваливать. Сваливать ядро. Приходи на выборы. Поддержи справедливую Россию. Я уже 15 лет в школе выступал с большими лекциями. Причем я их никогда не читал, а им и говорил. Меня прекрасно слушали. То есть я уже там к 9, к 8, к 9 классу был таким публичным человеком в школе. Я написал письмо Андропову в 12 лет. В 12 лет? В 12 лет. А что вам ответил, Георгий Владимирович, интересно? А, кстати говоря, мне пришел ответ. Серьезно, пришел ответ? Да, мне пришел ответ. Хотя я был тогда в 6 классе, как сейчас помню. И мне пришел ответ. Дорогой, там Гена, надо вот учиться, надо трудиться. Можно поступить после школы в погранучилище. Я вот, честно говоря, не ожидал, что какой-то ответ просто. Вдруг такой почтальон с опаской его держал. Там стоял КГБ, СССР, там то и все, 50-е. Он его какому-то пацану ручал. Ваше доверие я воспринимаю как доверие к нашей ленинской коммунистической партии, членом которой я состою более 40 лет и идеалом которой считаю себя приверженным. Потом я был лектором общества знаний. Да, вот на общественной начале. Когда был сотрудником КГБ, вот странно, да, казалось бы, КГБ должно воспитывать такую скрытость. Нет, я был сотрудником КГБ, я был лектором общества знаний. Меня это приучило к открытости, к публичности, кстати говоря, от школы комсомолов, общества знаний и так далее. Я там выступал с огромным количеством лекций, перед абсолютно разными аудиториями. Но это потом пригодилось мне, кстати говоря, уже в политической деятельности. На самом деле, инстинктивно, мне всегда хотелось заниматься политикой. И, в общем-то, я с ней всегда был связан, по большому счету, всю свою жизнь. Начиная со школьной скамьи. Геннадий Кутков ходит по джинам, Геннадий Кутков ходит ночью по джинаме в милиции, Геннадий Владимирович поступает с предупреждением власти, не наводите эту страну до крайней точки, что выйдет народ, 18 ноября я сказал. А Миронов подписывает протокол, что он согласен. А перед вами сидит Кутков, и будьте добры, уважен, да, я справедливый Россия, да, я один из руководителей партнеров. Вы говорите уже, какой год вот сидите, все одно говорите? Да вы-то здорово тоже говорите, и здорово участвуете. Это мой выбор, это моя жизнь. Вот поэтому я не понимаю такого, что там кто-то жалуется, что у меня там нет времени, досыпаю, не доедаю, что у меня там большая нагло. Ну, ну, уйди, уйди на пенисе, и чего жаловаться? Я всегда говорил еще в Советском Союзе, что у нас нет политиков, у нас одни назначенцы. Вот пророческая фраза. Мои коллеги, кто со мной работал в городе, они это помнят хорошо. И я тогда еще говорил, что в конечном итоге идет вырождение политической элиты, ее деградация. Хорошо у вас, мимо, работы у вас мало, почти нет. У меня вчера готовился к сегодня. Сегодня надо готовиться, завтра встречать этого президента. Президент Мексики. Президент Мексики. Мексиканца. Он приедет, будь уверен. Вот. Так что работежка такая. Мои коллеги говорили с комитета госбезопасности, что Гена, ну что, что вот с нами работаешь здесь, вот был бы ты там в другом месте, мы у тебя такое красивое дело завели, профилактировали, благодарности получили. Кто бы там новые звания, кто там какое-то поощрение, какое-то премия. А ты вот тут с нами работаешь, мы так вынуждены тебя слушать, там с тобой спорить. Я с 83-го года, ну может даже раньше, писал в ЦК, писал в руководство КГБ СССР свои докладные записки, где предупреждал о том, что идут процессы, которые угрожают, в общем-то, по большому счету, всем устоям нашего государства. В то время как их коллеги по работе заняты привычным для себя делом, эти 20 рядовых сотрудников одного из подразделений комитета государственной безопасности подрядились помочь уборке картофеля подмоскованному совхозу Коломенский. Действительно, отношения между руководством КГБ и руководством совхоза сложились по деловому. Заработок в день 20 рублей, а по окончании работы каждый получит возможность отовариться картофелем по 80 копеек за килограмм, что в 2-3 раза ниже существующих сегодня цен. Так что, пожалуй, этих парней надвигающихся зимой не испугаешь. Кто уж кто, а они-то себя и свои семьи прокормят. В 87-м году, возвратившись из поиска в Соединенные Штаты Америки, где я там прожил и проработал под крышей, как мы сейчас говорим, минобразования, я сделал вывод и об этом заявил публично, что если сейчас не будет каких-то решительных перемен внутри страны, внутри КПСС, то мы можем потерять Советский Союз. Тогда люди показывали мне пальцем у виска, говорили, ты там не перегрелся. В Америке учил язык, и я там числился преподавателем ВУЗа, но выполнил свою роль хорошо, меня не расшифровали, не заподозрили, ни наши, ни американцы. Я приехал, говорю, ребята, пахнет жареным, страны может не быть, поверьте. И меня похлопали по плечу, очень хорошо приняли, сказали, парень, ты молодец, такие люди нам нужны, спасибо, что ты неравнодушный, мы видим, мы знаем, мы обязательно все поправим. Поверь нам, что мы сохраним и страну, и строим и так далее и тому подобное. Я уверен, социализм содержит огромные возможности, человеческий строй. То, что его деформировали, это лишь показывает, какой он сильный, что даже его ломали, а он сохранил. И люди верят в это. И рабочему классу, трудящему человеку как раз социализм нужен. Это его строй. Может, кому-то он и другое обустраивал, а вот народу, то массе как раз это нужно. Я убежден. Я и ничего другого не умею. Я думаю, и вы ничего другого не умеете. И мы с вами родились, выросли и будем жить по-социалистически. И уверен, что в этот строй еще скажет свои слова. Ну, четыре года не прошло, когда все это истезло. К тому времени я уже был секретарем парт-организации службы московской контрразведки. Была такая большая должность в партии. Мы ходили на все эти митинги, крупные, манежные. Отчизна или смерть? Партии, как коммунисты, перекрасившиеся в гнязях. Проблюдали и информировали начальство, что там происходит, какие взгляды, какие речи. Нет ли там чего-то такого подозрительного, опасного. Тогда был единый народ. Вот не было разделения на богатых и бедных, русских и нерусских, там, евреев и там еще кого-то, на католиков, вернее, христиан и мусульман. Тогда этого не было. Однородность нашей страны, однородность народа спасла нас от гражданской войны. КОНЕЦ КОНЕЦ Сегодня отличие в том, что идет поляризация сил. Потому что власть, к сожалению, она оказалась глухонемой. Или, вернее, слепоглуховатой. Она не видит вот этих толп, она говорит, да, там 30 тысяч пришло, когда приходит 160-170. Она не слышит требований, то есть у них плохо со слухом, плохо со зрением. Идет жесткая поляризация сил. Идет то, чего не было в 90-е годы, в 80-е годы не было. Нельзя свой народ держать, я даже не знаю, у меня нет слова просто. За дураков полных. Сегодня есть национальная идея, она называется Путин. Вот сегодня, на сегодняшний день. У нас действительно объединила вот общая беда, которая называется узурпация власти. Мы за Россию! За Путина! Вот эти системы назначенцев, которые мы сегодня культивируем, она всегда приводит к тому, что во власти оказываются подлые, ленивые, бездарные, которые занимаются только интригами подковерными, ничего не созидая. А к этим характеристикам сегодняшнего политического лета еще добавилась невероятная вороватость. Я благодарю вас за все. За все, что было достигнуто нами в уходящем году. Ведь то, что ждет нас впереди, зависит от того, что уже сделано. У каждого из нас этот год сложился по-разному. Но сейчас, не забывая о прошлом, мы думаем, конечно, о будущем. Берите сыр, неправда вкусный. Я знаю, что он не полезный. Ну, а кушаю? Слишком большой вес набрал. Буду сейчас... Вернее, начал уже худеть, но пока еще не очень сильно заметно. Там всего 7 килограмм. Для меня 7 килограмм, что слону дробины. Но вообще, конечно, надо убирать вес. Это трудно делать. Я очень люблю пожрать, извиняюсь за выражение. Всегда это было так. Но раньше я работал обмен веществами, я все уходило. А ну и спортом занимался больше. Это мне по диете положено вместо еды пить воду. Я почему-то считаю, что я от этого буду хотеть меньше есть. Но мне это не влияет. Но я все равно добросовестно выполняю требования диет. Жрать все равно хочется. Я честно говоря думал, что Лимонов все-таки представляет для молодежных взглядов большую опасность, в том числе и своими произведениями. Но потом я поближе узнал его, понял, что человек, в общем-то, достаточно ранимый, уязвимый. И мне действительно жалко, что он, например, был одним из первых, кто поднимал волну митингов, протестов и так далее. Вот сейчас он как бы оказался немножко неудел. Ну вот так вот бывает, что первопроходцы потом оказываются забытыми. Хотя Лимонов, безусловно, не забытый, личность яркая, но вот с точки зрения сегодняшнего значения, сегодняшних массовых манифестаций и так далее, конечно, он не в первых рядах, мне кажется, в силу того, что он больше революционер, чем все остальные. А все-таки народ чурается крайних форм, и все-таки народ тянет какой-то такой относительный хотя бы золотой середине. Я первый депутат третьего тысячелетия России. Я был избран в 2001 году самым первым депутатом Российской Думы. И я останусь теперь таковым в истории третьего тысячелетия. Первый депутат, который был избран в России, это ваш покорный слуга на целых тысячу лет. Да, вот как мандат, по-моему, каждый раз возвращается. Ладно, хорошо. Спасибо большое. Удачи. Спасибо вам. Боевой и политической. Сумеранг подарили. А он летает? Не пробовали, ребята? Не, не пробовали. А то он, может, не возвращается. Ну, эта девушка вот с этих, с наших, она там такая, подошла. Я ее знаю. Ну, ладно, что, ну, вручили, вручили. Наши выборы, к сожалению, представляют из себя злоупотребление административным фактором и полным ходом, идущим подготовкой к фальсификации. И более грязных технологий, чем эти, в мире еще не придуманы. Поэтому те, кто это делает, толкают страну к экстремизму и к развалу. Я просто взял за правило говорить то, что я думаю. Стараться при этом делать это относительно корректно, насколько это возможно. Пока, пока работает. Конечно, мне не хватает очень многого, чего бы я хотел поучиться, но нет времени. Совершенно точно мне не хватает популизма. Я не люблю. Хотя мне было бы проще для завоевания там симпатии сказать то, что от меня ждут. Вот поэтому я не собираюсь меняться, да и поздно уже меняться. То лучше уже не будешь. Раньше чаще приходилось быть не самим собой, потому что были жесткие правила, допустим, работы на государственные службы. Там были приказы, там были распоряжения. Я завоевал это право быть самим собой, не ловить политическую конъюнктуру. Это очень сложно. Это очень сложно, потому что от меня там и от таких, как я, зависит жизнь очень многих людей. Очень хочется иногда, так сказать, кивнуть, согласиться, поддаться. Это проще. Или промолчать. Даже можно ничего не говорить, просто промолчать. Документы верните мне мои, пожалуйста. Я не могу ждать, когда сейчас. Я сказал, у меня встречались, через две минуты начинается. Вы нарушаете закон Российской Федерации, задерживаете депутатов Государственной Думы. Я нарушаю правила дорожного механизма. Выставляете протокол, посылаете, как положено, детский закон. Будьте добры, документами вас. Я вам только что и стал права. Вам в мере, за меня знакомиться. Стоит поездвыйдить. Что меня возмутило? Вот на том месте, где шел разбор полета, собралось человек 30-40. Вот они могли бы, грубо говоря, полцентра отрегулировать перекрестки. Они стояли, кого-то там что-то вылавливали и ждали фигуру, которая бы позволила им отсчитаться. Не нашли ничего лучше, как остановить меня за нарушение правил разметки. Не буду скрывать, я не ангел. Я действительно часто нарушаю правила дорожного движения. Это, может быть, самый мой большой недостаток. Но это, в первую очередь, исходит из того, что нельзя опаздывать. Мероприятия, которые, к сожалению, их очень много. И я вынужден вести очень интенсивный образ жизни. Да лечу, опасно. Да, да, там. У Дальцов, конечно, не придет. Не мешайте. Придет, идете. Выходи. У Дальцов придет. Я, это Россия вперед. Очередные взрослых мальчиков, которые еще к нам идут. Слушайте, Рина, мы больше не приду. Не надо. Мы больше вас не пригласили. Потому что вы, прежде чем к нам прийти, вы всем все сказали. Я никому ничего не сказали. Рия, я вам передала, вот такая, война и мир. Вы же наш сторонник. Я наш сторонник. Я похожа на ненормальную, несмотря на свои 150 лет. Я не могу. Я вас не могу. Я думаю, что Путина с этим насквозь. Я с 90-го года работаю в Российском фонаре, в Верховном Совете. И в справедливую Россию, и в Народную партию я вступал исключительно по идейным соображениям. В нормальном обществе нет никаких иных механизмов формирования вменяемой государственной политики, кроме политических партий. Вот весь мир живет по этому принципу. Наша стратегическая, подчеркиваю, историческая задача сделать так, чтобы в России появилась объединенная когда-нибудь в исторической перспективе левая партия России. Она может называться, может быть, объединенной социал-демократической и рабочей партией. Наше движение будет поддерживать все правовые, цивилизованные, конституционные формы протеста. Сейчас никакие партии не работают и не могут развиваться. Нет конкурентной среды, нет честных выборов, нет доступа к СМИ равного. Я, кстати, могу сейчас обереть бюджет митинга? Нет, я думаю, что... Я на митинг не скажу. Я думаю, что... Нет, я сейчас скажу, бюджет митинга... Я боюсь, что ты не поверишь. Я думаю, что ты в миллион уложишь. Я боюсь, что ты не поверишь. Говори, бюджет всего митинга 300 тысяч рублей. Вот это что, придурок. Сколько еще раз? 300 тысяч рублей. 300 тысяч? Да, это стоит... Я могу сказать, что стоит. Стоит сцена? Да, да. И стоит рекламная, не московая точка. Если мы не сделаем основу для политики, ее и не будет. Вот когда сделаем, разойдемся по партийным квартирам. Тогда у нас будет конкурировать, допустим, Гудков, Миронов с Рыжковым и Немцовым. Мы будем конкурентами политическими. Но это не страшно. Это как раз нормально. И чем меньше процентов у нас в стране земских выборов? 4 марта, а тем для нас, как у нас, потому что в конечном итоге надо будет взять партию, послать, тебе, мне, и формировать нормальные массы. Сказали, что здесь, что в марте, а по нормальному европейскому образцу. Вот что надо делать. Ну, с Рыжковым нас заставили. Ну и что? Во-первых, там понятно, что это грубо сфальсифицированная запись. Плывет изображение. Но много раз повторяется одна и та же картинка. Какие-то вот эти обрывки, куцы. Не знаю. Я думаю, что там очень много фальсификаций, склеек. Поэтому я даже внимания не обращаю. Не обращаю внимания. Ну, пусть. Ну, если им нечем заняться. Если все террористы пойманы. Если все наркобароны сидят. Если у нас на улицах тишина, порядок и благополучие. Ну, ради бога, пусть следят за политиками. Как я могу подвести? Я на микрофонах. На жучках. Я, когда работал в КГБ СССР, нам говорили там по телефону, в меньшей городе. Я говорю, с моего телефона, кроме бытовой лексики и маты, никаких секретов снять нельзя. Вот знаете, в чем важность? В чем главная конспирация стоит? Ну, по крайней мере, там в разведке. Когда ты 99% говоришь правды везде. И не запутаешься никогда. Ну, а 1%, 2%, если у тебя есть специальные задания, поручения, ты можешь, так сказать, умолчать, не говорить об этом. Но когда ты врешь, там 50%, ты обязательно попадаешь. Потому что ты начинаешь путаться в показаниях, как говорится. И тебя на этом ловят. Поэтому я взял давно принцип говорить, насколько можно все говорить правду. Если что-то утаивает, ну, совсем маленькую часть. Безусловно, я хочу сказать добрые слова в адресе Сергея Михайловича Миронова. Он действительно стал настоящим боевым оппозиционным лидером. Мы разорвали эту пуповину, которая была. Миронов единственный из крупных руководителей за последнюю современную историю всей России, который предпочел партию, народ, идеи, теплому месту в Совете Федерации. Не пошел нас в добром классе. Президент, вы бы пошли? Ну, я думаю, что если буду жив, здоров, если все будет хорошо, лет через пять сделаю такую попытку. Это такой оптимистический взгляд. Я не знаю, что будет через пять лет. Но если все будет стабильно и нормально, со мной и со здоровьем, обязательно такую попытку сделаю. Потому что я знаю, что делать со стороны. Я не только знаю, но я еще умею торгизовать. Я вообще уехал, да, чтобы писать книгу про путинскую систему, и потом... Торопитесь, а то она кончится. И будет никому не длина. А самое обидное, если вы успеете ее выпустить, а она... Это даже не требует жизни одного поколения. Это значительно меньше по времени. Если сейчас стартовать с реформ системы политической, то через два-три года можно уже добиться фантастических результатов. Здорово, Маша. Ну, у нас все нормально. Да нет, все нормально. Митинг нормальный, милиция вела себя корректно. Мы прошли маршем от площади революции. Ну, так получилось. Просто провели часть людей, которые там... Вот, Маша, у меня эфир. Ну, все нормально, не волнуйся, все хорошо. Все, больше не могу с тобой говорить. Сейчас уже скоро, уже скоро, уже скоро. Алло, слушаю вас. Да, Маша, все, Маша, извини, все. У меня одна жена, с которой мы знакомы с 15 лет. Мы с ней познакомились в школе, вот с тех пор мы с ней вместе. 38 лет уже. У нас два сына, у нас двое внуков. Вот, надеемся, что будут еще. И, конечно, у нас уже младший начинает политики что-то шурупить. Младший, им 5,5 лет, но он начинает уже некоторые вещи понимать. Ну, он наслушался на кухне, а уж про внучку-то я вообще не говорю. Она там многие вещи понимает и знает, может быть, даже лучше, чем многие взрослые в солидном возрасте. Среда формирует людей. Поэтому, вот, помогает семья, очень сильно помогает. Моя семья, она факт де-факто в политике. У меня провожали там 4 декабря, там, как-то войну там собирали. Но я еще болел, к тому же, кто там малина, кто там термос, кто чего-то. И это, конечно, мощная такая морально-психологическая поддержка. Поэтому я даже не думаю, что такой выбор вообще может теоретически стоять передо мной. Либо семья, либо политика. Безусловно, семья важна, но прекрасно люди понимают, что просто личные отношения семейные, этого мало. Ну, у меня, на самом деле, фотографии большая часть, конечно, на даче. Давайте просто посмотрим то, что здесь есть. Ну, вот, уже портрет внучки есть. Вот она, например, наверное, в этом же возрасте. Вот это мы с женой. Вот я немножко другой был. Я думаю, что меня трудно здесь узнать. Мне здесь почти 20 лет. Сейчас я попробую фотографию. Ну, заходите, ладно. Не обращайте внимания на наш бардак. Вот, накапливаются всякие вещи. Ну, так еще надо найти. Вот, мы с женой еще школьники. Или я студент первого курса, может быть. Вот, в кого я влюбился. Вот у нее она такой была. Ну, да, декабристка. Рядовой гудков. Вот он. Был секретарем комсомольской организации батальона отдельного. В президиуме во втором ряду сижу. Уважали. Геннадий Владимирович, какой вопрос вы хотели бы задать самому себе, вернее, знать на него ответ? До живой, а до светлого завтра, за который я боролся и ратовал все эти долгие годы. Вот или нет? Я сначала не понимал, зачем политику здоровья. Ну, сиди себе, давай указаний. Вот, на самом деле, это очень большая нагрузка, связанная с переездами, связанная с просто интенсивным темпом работы, постоянные звонки, постоянные вопросы, постоянные люди, постоянные встречи, постоянные какие-то там мероприятия публичные. Вот, для этого надо здоровья. Вы с нами были откровенны? Или все-таки 1-2%? Ну, 1-2% должны быть, конечно. Как же вы хотите совсем уже все знать? Да нет, нет, у меня-то сегодня ничего скрывать. Сегодня нечего скрывать, не перед кем. У меня еще, как говорится, одна профессия резервная – это водитель такси. Не, ну, я правда хорошо езжу.